Как мы все знаем, существует огромное количество игровых жанров, и у каждого из них так или иначе есть своя история. Например, самым старым жанром считается аркадная, а самый новый жанр я не нашёл. Но проехали, ведь так или иначе за ними всеми кроется определённая история. Кстати, вы задумывались об истории жанра Метри и Двани? Нет? Но мне как всегда плевать, ведь если вы зашли на данное видео, то значит вы уже задумали. Ну а всем Тивирк, мой никнейм Алексис, сегодня я поведаю вам историю такого прекрасного жанра, как Метри и Двани. Для начала разберёмся, что это за жанр такой. Метри и Двани это жанр компьютерных игр под жанр приключенческого боевика, набором элементов игровой механики и игровым процессом, схожим с сериями Метроид и Кастлвани. В играх данного жанра обычно имеется крупно связанный мир с некоторыми перекрытыми путями, которые можно будет открыть, подобрав в другом месте способность или подходящий инструмент. Данные предметы помогут герою в битвах и в исследовании мира. Сюжет и геймплей в Метри и Двани, как правило, искусно переплетены. Всё началось с того, что Нинтендо попытались сделать нелиненную игру, и у них получилось. В 1986 году вышла игра Метроид, которая пусть стала и не первой игрой в своём роде, но именно она оказала наибольшее влияние на жанр Метри и Двани. Данная игра, как я и говорил ранее, перешла от стандартной системы уровней с временными призами на крупно связанными с постоянными призами. Благодаря чему серия стала популярной в следующей игры данной серии, например, Супер Метроид 1994 года, усилили элемент открытия и исследования, заодно добавив в сюжет. Во временной популярности Метроида также росла и популярность серии Костелвани со своей атмосферой готического ужаса. Первая часть серии являлась заурядным платформером, но в последующих играх, таких как Vampire Killer 1986 года и Castlevania 2 Simon's Quest 1987 года, начались эксперименты с нелинейным квестовым геймплеем, но затем они вернулись к старому доброму платформеру. В 1996 году геймдизайнер Коди Инго Расси пришел к выводу, что игры начали сильно дорожать, да и пройти ее новичкам было довольно сложно, и чтобы растянуть игру и сделать ее более-менее приемлемой для начинающих, Инго Расси пришел к идеям The Legend of Zelda, и сделал на этом фундаменте Castlevania Symphony of the Night 1997 года. Большой открытый мир! Чтобы добраться до некоторых его частей, нужно отыскать ключи. Героя можно улучшать, как в ролевых играх. Это нововведение оказалось популярным, все новые игры серии стали выпускаться в этом формате. Так, с выходом Super Metroid и Castlevania Symphony of the Night, и был очертен жанр Metroidvania. Обе серии продолжили развиваться в этом стиле. Концепция Metroidvania стала приобретать новых поклонников, когда появились и другие разработчики. В Киевстории 2004 года, независимо разработанная Дайсук и Амайя игра, была кивком в сторону Metroid и других классических игр. Она была благосклонно воспринята и показала, на что способен разработчик-одиночка. За ней пошли и другие инди-игры жанра двухмерной платформеры. По признанию разработчиков Shadow Complex 2009 года, Super Metroid был вершиной дизайна двухмерных игр. Игра получила положительные отзывы и стала одним из бестселлеров в Xbox Live Arcade. Подобные игры и привели к тому, что появилось много метроидваний, как под издательским взором, так и независимых. Вот и нынешней истории. Конец. Почему нынешней? А потому, что всё ещё впереди. Ну а мой никнейм Алексио, ставь лайк. Если будешь смотреть меня и дальше, и тщательно ознакомился с моим контентом, то подписывайся. Ну и про комментарии, конечно, не забудь. А, коп. Короче, как оказалось, это видео тоже, скорее всего, будет довольно коротким. И я решил, то, что хорошо бы рассказать вам анекдот. Ну так вот, встречаются коронусы.